За счет арендной платы, получаемой от сдачи недвижимого имущества, хозяин помещения возмещает начисленную амортизацию, а также все виды налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджет. Этот процесс определен законодательством. Все расходы арендодателя, связанные с содержанием, эксплуатацией, текущим ремонтом арендуемого недвижимого имущества, отоплением, энергоснабжением, связью, коммунальными и другими услугами, не включается в арендную плату, а оплачивается арендатором отдельно по договоренности сторон на основании фактических затрат. Из этого следует, и это необходимо знать, что при сдаче имущества в аренду все виды налогов и других обязательных платежей, уплачиваемые арендодателем, должны быть включены в арендную плату. Организации, применяющие упрощенную систему при сдаче имущества в аренду, выручку от реализации услуг включают сумму арендной платы, а также сумму возмещаемых расходов, не включенных в арендную плату. Налоговым законодательством не предусмотрено предъявление арендодателям к возмещению сумм налога при упрощенной системе, приходящихся на возмещаемые коммунальные и эксплуатационные расходы. Налог при упрощенной системе не включен в перечень налогов, которые учитываются при налогообложении прибыли в составе вне реализационных расходов. И поэтому включение арендаторам в состав вне реализационных расходов, учитываемых при налогообложении прибыли, сумм налога при упрощенной системе, приходящихся на возмещаемые коммунальные и эксплуатационные расходы, неправомерно. Об изменениях в налоговом законодательстве необходимо знать, чтобы не оказаться в пикантной ситуации, считают в налоговой инспекции Московского района. Предупрежден, значит вооружен.